Канал «Чеченский след» разрушает братства чеченцев и ингушей, выставляя оскорбительные высказывания отдельных личностей. Осуди этот канал, брат, чтобы он прекратил это. Самой главной и первой ошибкой, которую мы допустили, это выборы, на которые мы согласились, на которые мы пошли. Томсо, ты противоречишь, ты якобы против коллективной ответственности, но жаждешь, как потомки кадыровцев будут опозорены и загноблены в народе и будут вынуждены менять свои фамилии. Нет, если бы я был сторонником коллективной ответственности и жаждел бы того, о чем ты говоришь, то я бы не постеснялся говорить, и я бы тогда говорил, что ваши дети будут отвечать, мы возьмем спрос с них и прочее. Я наоборот говорю, что никто не будет отвечать за преступления кадырова. Дети кадырова будут отвечать за свои преступления, если они их совершали, но не за его сообщение о преступлении. Поэтому я не сторонник, но когда я говорю, что вы будете стыдиться своих предков, это ведь не вопрос коллективной ответственности, но это по факту так. Это как, понимаете, Германия сегодня, допустим, на день Холокоста правители, ну президент или канцлер, допустим, выезжает в Израиль и стоит там с опущенной головой. Почему он это делает? Потому что он чувствует ответственность за своих предков, за то, что они делали с этим народом. То есть это немножко другая вещь, это не та ответственность. Когда мы говорим о коллективной ответственности, мы имеем в виду непосредственную ответственность, что ее недопустимо проявлять. Однако какую-то символическую ответственность, мы ее никак не можем отменить, и она присутствует, и мы вообще являемся сторонниками этого, что символическая ответственность, она должна быть. Как, например, кто-то из нашего, ну нашей, допустим, родственники, какой-то наш представитель из нашего рода, если он совершает преступление в отношении там человека, или даже не преступление, а бывает он в ДТП, например, погиб какой-то человек по вине нашего человека. Перед родственником, перед семьей этого человека мы тоже все равно чувствуем на себе вот эту ответственность символически. Понятно, что мы не несем за это непосредственной ответственности полноценной, но вот эту символическую мы несем. Мы как-то чувствуем на себе вину, опять-таки, чисто символически. То есть мы, говоря, рассказывая о том, что они будут вынуждены стыдиться, менять свои фамилии, я говорю именно об этом. Но непосредственно с них спрашивать за их предков, это, конечно, делать мы не можем. Хотя многие желали бы, наверное, это делать. Причем желают они это делать, отвечая тем самым Кадырову, так как они не стесняются и практикуют вообще эту тему. Они заставляют наших родственников отвечать за нас, они издеваются над нашими родственниками и за нас. Но здесь, видите, опять мы возвращаемся к тому, что мы так не можем, мы ограничены этой религией. А наша религия не позволяет нам так себя вести. Поэтому мы не сможем, друзья, так себя вести и делать это. Мы не сможем. Потом все, когда Чечня станет независимой, то она будет принимать беженцев с республик Кавказа. Так принимала же, принимала даже в этот период, даже в межвоенный период мы принимали тот же Багаудин Кибетов, Багаудин Мухаммад. Он жил в Чечне, он перезелился тогда. Да и вообще немало было таких примеров. На каком языке ты читаешь всю информацию? Нет сомнения в видео о достоверности и подготовленности. Но информацию я читаю в основном на русском языке. Есть ли сомнения? Ну смотря в какой, наверное, информации. В какой-то бывают сомнения. В какой-то вообще не принимаю, понимая, что это фейк-ньюс. Где-то вообще не бывает сомнений. Там, со брата, у тебя нет инстаграм? Нет, инстаграма у меня нет. Меня там блокируют постоянно, поэтому я не стал. Я решил, что я не буду вести деятельность ни в инстаграме, ни в фейсбуке, ни в твиттере. Так как они меня, не хотят меня видеть на своих площадках, меня там не будет. Что значит не будет? Я, конечно, у меня есть там аккаунты в инсте, в фейсбуке для, ну, мониторинга просто я их использую. Но какую-то деятельность я там не веду. То есть я не выкладываю никакой информации. Томсо, канал Чеченский след разрушает братства чеченцев и ингушей, выставляя оскорбительные высказывания отдельных личностей. И осуди этот канал, брат, чтобы он прекратил это. Я не знаю, что это за канал и чем он занимается, если он делает то, о чем ты говоришь. Это плохо, но я боюсь, что моего осуждения не хватит для того, чтобы он прекратил свою деятельность. Если бы занимающиеся подобными вредными темами люди, если бы они прислушивались ко мне, то у нас не было бы никаких проблем, друзья. Но они не прислушиваются. Как я понимаю, ошибка первого государства Ичкерия был факт, что правители не могли решить конфликты между собой. Это ведь неизбежно всегда. Как можно это в будущем предотвратить? Это очень большая, объемная тема. Мы сейчас уже не будем об этом говорить. Просто нужно нам все свое прошлое проанализировать, понять, где были совершены ошибки. Как бы это ни было неприятно, как бы нам ни пришлось наших очень любимых нами героев при этом немного покритиковать за те действия, которые были имя предприняты. Но это нам надо сделать. Надо сделать, надо это проговорить в такой форме, чтобы это не было достигательством на их честь. То есть мы должны об этом говорить, понимая, что все они герои, если это достойные люди, доказавшие это своими жизнями, отдав свои жизни на этом пути. Но нет никого безошибочного, поэтому они тоже совершали ошибки. Мы должны эти ошибки обговорить, отметить их и сказать, как нужно было поступить, чтобы было иначе. Чтобы в будущем, если это будем мы, то мы, если будем не мы, а наши потомки, чтобы они знали, чтобы они могли это послушать, проанализировать, согласиться с нами. Либо, может, не согласиться, сделать иначе. Но они должны это знать. Томсо, можешь назвать самые три роковых ошибки, конфликты между правителями Ичкерии, которые можно было решить и как можно было? Я не буду называть три. Я считаю, что самой главной и первой ошибкой, которую мы допустили, это выборы, на которые мы согласились, на которые мы пошли. В 97-м году. Я думаю, это была первая наша ошибка. Мы не должны быть. Субтитры подогнал «Симон»